Музей Салавата Юлаева И имя нашего героя, образ его прославляет. И мы в стороне тоже не хотим остаться, поэтому приехали вот с небольшими презентами в честь 55-летнего юбилея. Еще один сюрприз поджидал болельщиков уже в игре. Наконец-то в состав Юлаевцев вернулся наш капитан Игорь Григоренко, который сходу вышел в ударном звене. Как себя сегодня чувствовали? Все-таки первая игра после такого перерыва. Как обычно. Вначале было небольшое волнение. Ноги потрясывались, а потом нормально все. Стартовый период встречи подопечные Игоря Захаркина провели чересчур академично. И за 20 минут сумели создать лишь пару-тройку опасных моментов. При этом хозяева подолгу играли в чужой зоне, только в созидании у наших ребят многое не получалось. А гости сделали ставку на затяжные атаки. Их было не так много, но одну из них Амур использовал, выйдя вперед. Вторую игровую отрезок уфимцы провели значительно мощнее соперника. У ворот Хабаровчан становилось все жарче. И на экваторе периода это преимущество воплотилось в гол после комбинации в исполнении короткого Элисина. К сожалению, уйти на второй перерыв в хорошем настроении Лайфцам не удалось. Незадолго до сирены гости вновь вышли вперед. Много моментов было. В первом и втором периоде надо забивать такие моменты. У меня был момент, не знаю, как она не дошла. Все из-за своих ошибок реализовывается. Тогда бы такой нервотропливый не был. Заключительный период начался для Салавата с пропущенной шайбы. После этого эпизода уфимцы тотально завладели инициативой, доминируя на всех участках площадки. Активность хозяев не могла пройти безрезультатно и вскоре на табло уже горели равные цифры. В погоне началась гола Уморка в большинстве, а третью шайбу у Лайфцев оформил Куляш, который в очередной раз продемонстрировал свой шикарный бросок 3-3. Перед окончанием основного времени матча подопечные Игоря Захаркина получили большинство, а реализовали его уже в овертайме. Своё возвращение в строй голом отметил Григоремко 4-3. Нам потребовалось очень много сил, чтобы выровнять результат. Ну и в конечном итоге в большинстве мы сумели в дополнительное время выиграть это дополнительное очко. На самом деле по желанию, по характеру эта игра нисколько не отличалась от предыдущей игры против китайской команды. Там мы проиграли по булитам, но парни также сражались и выдавали тот максимум, на который они способны на сегодняшний день. Наступающая пауза в чемпионате придется как нельзя. Кстати, сейчас самое время провести перезагрузку и с новыми силами начать оставшуюся часть сезона. Эдуард Хизбульн, Константин Данилов, Хоккейный клуб Салават Юлайф.